Искусство. Там же все время получается, что образ врага, он такой размытый, потому что для кого-то это враг, для кого-то это лучший друг. Это как во всяком огромном таком... Балетном коллективе? Не только балетном коллективе. Там большое учреждение культуры. Здравствуйте. Это программа «Школа злословия». И у нас в гостях сегодня замечательный танцовщик, солист Большого театра Николай Заскоридзе. Николай, вот такой вопрос возникает. Все время, когда читаешь о балете, мемуар или интервью, создается такое впечатление, что это, в общем, довольно страшный мир, и что царит там совсем не фея-сирене, как нам кажется, из зала, а какая-то такая фея-карабуз, и все время какие-то, я не знаю, какие-то скандалы, противостояния. Это так или это просто мифология балетная? Ну, дело в том, что вообще театр — это очень жестокий мир. Но почему в балете, наверное, так это остро чувствуется? Потому что в балет приходят в 10-9 лет, вот так вот, да? И когда в сознании ребенка, все-таки еще не сформировавшегося, ни психически, ни физиологически, возникает конкуренция, очень жесткая конкуренция, когда ты понимаешь за первую неделю, когда вот мы пришли в класс, да, уже ясно, кто из тебя, кто из нас самый главный, самый хороший. Потому что в балетном зале существует такое зеркало, и три остальные стены — станок. И вот тот ребенок, который попадает, педагога ставит в центр станка, на центральную палку, тот самый главный, самый лучший. И вот чем ты дальше от этого центра, тем твоя иерархия в классе уже дальше, ну, ты менее успешен. За 8 лет нас учат в школе, 8 лет это все происходит, вечно меняется. У кого-то там из девочек выросла грудь, у кого-то не выросла, у кого-то ноги выросли, да. И за эти 8 лет с человеком происходит такое количество метаморфоз, что не все это выдерживают. Во-первых, отчисляют очень много из балета, это... И, конечно, когда к 18-17 годам, это период, когда ты должен попасть в театр. Еще вот этот вот страшный период, когда у девочек особенно это очень тяжело, потому что процесс формирования женский совпадает с выпускными экзаменами. Это значит, что многие девочки полнеют. А приходят купцы из театра, директора, их называют купцами, брать детей в трупы. Естественно, все пытаются быть похудеющими, чтобы их взяли. Все хотят в большой театр, но в Петербурге все хотят в Марининский, а труп много. Естественно, не хотят. Ведь раньше в Советском Союзе была такая страшная вещь, как распределение могли послать в театр на Урал, в Петербурге, в Союзную Республику. А это ты обязан был два года отработать. Сейчас, слава богу, этого нет, ты как бы волен в своих выборах. Конечно, вот это все очень ломает психику. И когда ты приходишь в театр, многие еще на что-то надеются, а многие уже как бы вот сломлены приходят. То есть вы имеете в виду, что в театре, в принципе, работают люди со сломанной психикой? Ну, не то, что со сломанной, но уже как бы... Надломленной. Надломленной, да. Потому что выдержать 8 лет в училище психологически сложно. Балет еще очень... Во-первых, это физический труд. Очень сложный. Потом, допустим, я очень хорошо помню, когда я был маленький, я был всегда высоко, ну, выше всех. И в детские танцы меня не ставили, потому что я был высшим общей массой. Я подбирали не потому, кто лучше или кто хуже, а просто по росту. Ну, а я не подходил. Значит, в детстве я вообще нигде не танцевал. Я имею в виду Московское хореографическое училище. А когда уже пошли курсы, когда нужно было уже танцевать более серьезные вещи, так как я был достаточно способным учеником, то наоборот, танцевал я, а не те, кто танцевал до этого. Но они уже привыкли выходить на сцену. Они привыкли быть в центре внимания. А внимания уже нет. А вы вот относительно этого зеркала, вы где? Я всю жизнь стоял в центре. Всегда. И когда я пришел в театр, понимаете, Дуня, я попал на боковой станок. Потому что я был молодой артист. И я был не привыкший, как это. Я стою дальше всех от этого центра. На меня никто не обращает внимания. Естественно, у меня было стремление в этот центр вернуться. Но мой характер позволял вот как бы себя заставлять и двигаться. А многие дети, которые приходят, вот они с этого центра попали в бок. Их не хватает иногда, характера не хватает, чтобы попасть в этот центр. А у вас противный характер? Для кого-то да, конечно. А для себя я не знаю, для себя я ангел. Есть такая песня, там потрясающие слова, что мужчина ангел с виду, мужчина демон в глубине. Так что неизвестно. Может быть, кому-то я окажусь ангелом, кому-то нет. То есть получается, что начиная с самого раннего нежного возраста, когда человек себя никак не имел возможности осознать. И до того момента, когда у него начинается взрослая жизнь и вполне себе конкурентная жизнь, до этого все мысли так или иначе у детей балетных школ сосредоточены вокруг недетских проблем. Абсолютно. Особенно еще хочу вам сказать, что училища Московское и Петербуржское, Вагановское, так как это были выездные училища за границу, я учился в Советском Союзе, когда мы собирали документы на выезд, а в основном дети начинают выезжать еще не имея паспорта, ну, не достигнув 16-летнего возраста, то в этот момент обострялись у многих детей, обострялись такие вещи, как доносы, как кому-то что-то украсть, что-то подложить, чтобы человек этот не поехал, а поехал я. Да, потому что мы зарабатывали достаточно хорошие деньги для Советского Союза, мы привозили тогда технику, которую в Советском Союзе невозможно было купить, и дети уже это понимали, что надо посуетиться. А какие доносы писали? Про что можно писать доносы? Ну, сказать, что вы знаете, а вот он неблагонадежный, он не настоящий пионер. А вот даже так? Конечно, конечно. И, как бы, это было тяжело. Все это очень откладывает на психику ребенка. А взрослые принимали эти доносы? Конечно. Подождите, вот смотрите. Я вам расскажу очень обыкновенную историю. Когда был 91-й год, а, по-моему, это был август месяц, когда был первый путь самый, помните? Да, да, да. Мы были в Америке, мне было лет 16-17, и у нас закончились гастроли, заканчивались гастроли, и случился путь в Москве. И когда все это произошло, то нам всем детям предложили, а Советский Союз был на улице, всем предложили тут же американское гражданство. Естественно, наш директор, Ставь Николаевна Головкина, как директор, она старалась нас оградить от прессы, от всего, и от какого-то влияния. Нам говорили, что, ну, может быть, нам придется еще провести какое-то время в России, то есть в Америке. Мы не знали, что здесь происходит. Мы только смотрели телевизор, практически никто из нас не знал английского языка. И так получилось, что мы всегда ходили в это советское время большими группами куда-то гулять, и мы сидели внизу в лобби и ждали кого-то, чтобы идти гулять. И мне стало лень подниматься в номер, хотел сходить в туалет. Я зашел в... ну, в лобби всегда есть. И ко мне на русском языке заговорил какой-то со мной человек. Я стал ему что-то отвечать. В этот момент вошел один из наших учеников тоже. Увидев это, он тут же побежал, на меня донес. Вы не представляете тот скандал, который я за это имел. Я до отъезда, я из отеля так и не вышел. И хотя у меня человек спрашивал абсолютно какие-то элементарные вещи, но тут же на меня донесли. И это было среди детей, это были не взрослые. Это называется, не пей с пьяных глаз, ты можешь обнять классового врага. Ну, просто вот этот пример, то, что вот как быстро сработал донос, меня поражают обе стороны. Я был очень удивлен, если только этому человеку я, как бы к этому ребенку, который теперь вырос, ношусь достаточно настороженно. Неужели? Я бы вообще не знаю, что бы я сделала. Вы знаете, меня поражают обе стороны вопрос. Меня поражает то, что дети это умели или умеют делать, сейчас, наверное, просто доносят на другое. Наверное. И то, что взрослые, понимая, что эти дети вот так вот подпорчены конкуренцией, таким вообще режимом, принимают все эти вещи или принимали за чистую монету? Потому что в условиях существования конкуренции любой нормальный человек понимает, что если такие методы возможны, они будут использованы. Тогда чего стоит любое сообщение? Оно стоит только того, что один доносчик, другой нет. Об этом написано такое количество мемару, что мне смешно об этом рассказывать. Я всего один раз с этим столкнулся. Скажите, пожалуйста, а вот в Большом театре действительно в последнее время часто менялось руководство, там возникали какие-то конфликтные ситуации, люди приходили и уходили, какие-то там постоянные были разговоры на уровне Министерства культуры. Это вот как бы одна сторона непарадной жизни Большого театра. Другая сторона – это, собственно, попытки попасть в Большой, купить билеты, билеты хорошие, система перекупщиков и то, что происходит в кассе. Я могу сказать, я живу в Петербурге, и я довольно регулярно хожу в Мариинский театр, очень его люблю, и никаких проблем с попаданием в Мариинский театр. Я могу предупредить гораздо раньше, предупредить. Но вы же культурная столица, pardon me, а вы откуда уже? Я попросила. Я там родилась и полжизни прожила. Тоже, боже мой. Меня отдали на Рязани и Петербург. Так вот, там действительно очень просто покупаются билеты, причем самые хорошие, самые замечательные. Абсолютно спокойно. Да, но как-то у нас, естественно, театралы, балетаманы, у них есть какие-то свои претензии к руководству театра. У нас там, я больше хожу в гостерах. Я в курсе делаю, я часто танцую в Мариинском. Да, я знаю. Вот, но как-то это все происходит тихо, мирно, видимо, довольно по-провинциальному. А Большой все время... Большой театр — главный театр страны. Он стоит на театральной площади напротив Кремля. И потому все попадает в прессу очень быстро. Это очень обильно, потому что в Петербурге я наблюдал достаточно часто очень гораздо, как сказать, скандальные ситуации, но они никогда не попадают в прессу. А потом то, за что я очень уважаю вообще петербуржан, за то, что они нас... Особенно работников театра, за то, что они так любят свой театр, что они никогда о нем не скажут плохо. Это правда, потому что даже... И это их очень сильно отличает от московского, как сказать, театра. Я имею в виду большого. Очень сильно. У нас же все плохо. У нас всегда надо сказать, что этот плохой, этот плохой. А в Петербурге... Ну, достаточно часто знаю, когда люди не очень любят друг друга, но никогда в жизни публично не скажут ни одного нелицеприятного слова. Вот мы с вами можем сидеть и разговаривать, сколько хотим. Но никогда петербуржане себе не позволяют официально через прессу как-то оскорбить кого-либо работающего в Мариинском театре. Ну, так как это все-таки эмблема города, это великий театр. Маленький. Ну, он не маленький, он просто поменьше Москвы, а так он не маленький. Ну, он как бы маленький, специферический город с тяжелым прошлым. А здесь так вот... Здесь не тяжело. Вы, кажется, здесь не тяжело? То есть вы имеете в виду, что в Большом как бы нету вот этого... Вот позиция петербуржан. Все москвичи слышали, да? Я не москвич, я потому как бы могу спокойно это сказать. Так что, что в Большом как бы не хватает некого определенного патриотизма по отношению к театра? Не патриотизма, просто как-то все выплескивается так сразу. Почему? Не знаю. Наверное, не хватает так-то. А что вы считаете, что замалчивать проблемы, это так? Ну, не так их обнародовать. Непонятно, почему русский балет в самой лучшем мире, русская балетная школа в самой лучшем мире, и больше всего сплетены слухов о том, что жизнь невозможна, мы слышим именно из театра, из Большого театра. Нет, Тань, я с вами совершенно не согласна. Это действительно проблема не Большого театра и не балета, а больших учреждений культуры, которых содержит государство на самом деле. Эта проблема в том, что когда государство расходует деньги на культуру, в принципе, мы все подбиваем его вообще их не расходовать, потому что обязательно кто-нибудь недоволен. Просто деятели культуры, видимо, сварливая публика. То есть в частном театре все будет проще, потому что там будет и на начале, что ли? Конечно, потому что там есть продюсер, там есть заказчик, который, так сказать, регулирует, и там хорошо это или плохо. Там уже речь идет не о высоком искусстве, а о вкусе и представлении продюсера, грубо говоря. То есть вы считаете, что если бы это было частное учреждение, то искусство стало бы хуже, а склок стало бы меньше? Нет. Большой театр не может быть частным учреждением. Если бы. Большой империанский театр. Это невозможно. Естественно, что вот такие крупные, знаковые учреждения культуры, они всегда являются государственными. Это нормально. Хорошо. Так же нормально, что там вечный скандал. Есть такое понятие, как вообще гласность, в конце концов. А если обо всем молчать, то можно там умереть, страдая в застенках. Ну и что уже, честно говоря, говорили, что там бывает. Они верили, что может умереть, если он не хочет умереть. Ну не верили в это. Мне это непонятно. Если в человеке этого нет, что его можно забить, он никогда, ну здесь не вышел. Он пойдет в другое место и там себя как-то проявит. Не вышел в балете, пошел в мороженом торговать. Ну почему? Ну и теперь балетом как бы можно за... Ну не получилось у тебя с театром. Ты можешь достаточно себя ярко найти в школе преподавать, если ты имеешь к этому способу. Но нет, у нас очень многие люди, которые заканчивают 20-летний стаж, ведь не все же звезды, да, и не все там дальше станутся педагогами, директорами и так далее. Ведь многие люди в 38 лет оказываются на грани, когда им надо думать, а на что завтра купить хлеб. Потому что на полторы тысячи пенсии ты не проживешь, да? 38 лет, это глупо. И они вынуждены какие-то... Многие идут в коммерцию, кто-то идет в другой бизнес, и люди нормально живут. Вот, пожалуйста, они же не теряются. Скажите, а вообще традиционно, мы же простые зрители, мы только слышим о том, что происходит там внутри, да? Не то, чтобы сказать документы... Лучше не слышать это. А вообще... Жаль, лучше не лучше. Мы это слышим. Во-первых, все доносят оттуда, оттуда раздаются разные крики удушенных, или торжествующие песни победителя. Оттуда что-то достается. Это правда или это преувеличено? Преувеличено все, преувеличено. Конечно, проблемы есть, много всяких проблем, но преувеличено. Понимаете, там же как получается, вот, там, я не знаю, у Григоровича был конфликт с Плесецкой и Максимовой, и Васильевым, да? А, например, с другими очень тоже талантливыми танцовщиками не было. Там тот же Цискаридов говорит, что Григорович его привел. Да, что ему отец и царь бог, и, наверное, так. Пришел Васильев, возглавлял Большой театр, тоже огромное количество народа осталось, недовольно. Пришел, там, Петя Поспелов стал, стал, ну, фактически, там, заврепертуарной частью, насколько я знаю. Ну, я не помню, как это там точно называется, да? Ведущий музыкальный критик. Очень скоро с ним расстались, потому что там какие-то примы оказались недовольны Петиной работой. То есть, на самом деле, вы встречаетесь, бросаетесь друг друга на шею, говорите, господи, как я счастье тебя видит. Ну, я не могу сказать, что один мой коллега, он рассказывает, очень, так, как бы, у него репризность такая очень смешная. Он говорит, ну, разве Балерина Балерина желает, чтобы она упала или повредила ногу? Неправда. Это все неправда. Балерина на Балерине может пожелать только одно. Смерти! Понимаете, вот. Но прокидания на шею нет. Но есть люди, которые очень дружат, и абсолютно это не значит, что все такие плохие, все в черном свете. А вот скажите, вот эта вот манера, так сказать, жить и чувствовать, это в основном среди прим, или это и в кратболете? Знаете, когда... Катболете, они не равны, они? Объясню. Когда мы попадаем, как сказать, ты попадаешь в примы, вольно или невольно, ты попадаешь на другой этаж, где ты сидишь, твой гример на другом этаже, и репетиция у тебя тоже проходит всегда в других залах. И со своими одноклассниками, с которыми я очень дружил, и у меня хорошее до сих пор отношение, я очень редко вижусь. Так мы встречаемся только в поездках, когда вот переезды, какие-нибудь отмечания дни рождения, так в Москве достаточно редко. Это как правительство и народ. Да. Они тоже редко встречаются. И правда. Это очень глупый пример у вас. Правительство и народ никогда не встречается, потому что правительство никогда не ездит в метро. Ничего, надо встречается. Ну, на выборах, так стоять на трибуне. Так это и есть их гастроли. Не в нормальном же поезде с нормальными людьми? Ну, нет. Ну, нет. А мы все вместе в одном предбаннике ждем этого, чтобы нам парпорт по телевизу. Нет, правительство встречается друг с другом, как с простыми людьми. Друг с другом, наверное? Да. А потом имеется невидимая стена, и мы там встречаемся, как с простыми людьми. Это вы пресса? Я не пресса. Ну, журналисты. Я не журналист. Ну, какая разница? Еще раз. Кофе или чай? Не догадались. Не догадался. Писать. Не все другое. Ближе. Вообще она танцует. А я пою. Вот из всего того, что мы знаем там за 250 или сколько уже получается лет, да, русского балета, всегда балет это было как бы искусство, которым больше всего было любимо верховным в России. В России, да. В России. И покровительством власти. Кто сейчас настоящая власть? Кто первый добежит в кабинет к директору, наверное, тот. А то есть не те, кто покровительствует? Ну, наверное, есть людей, спонсоры. То есть вы не хотите говорить, вы не знаете? Или такой нет темы? Я стараюсь не интересоваться личной жизнью моих коллег. Мне никогда это не приносило пользы. И не потому, что я такой хороший, идеальный, совершенно нету. Просто со временем, я очень люблю Пушкина, у него есть учитесь ластрить с собой. Помните, не каждый вас, как я поймет, к беде неопытность ведет. Вот меня к беде неопытность приводила несколько раз и это двигало от цели, ну, с дороги. Потом я опять с трудом, когда-то, да. А какая вот была беда, я видела одно ваше телеинтервью. К сожалению, вы многие видели, это ужасно, но говорите, когда вы сказали, что то, что творится вокруг насти, имелось в виду Анастасия Владичкова, это неприлично. Ну, вы знаете, как-то... Это тоже привело к беде? Нет, как-то это прошло пока незамеченным. Вы заметили? Поднимите руку. Ну, вот, как-то это, как сказать, неприличным я имею в виду, потому что на данный момент, я говорю свое мнение абсолютно, в России есть четыре имени, о которых стоит разговаривать серьезно в балете. Я и женский состав имею в виду. Это в Петербурге Светлана Захарова и Дарья Павленко, а в Москве Светлана Лункина и Мария Александрова. Вот вам эти имена практически ничего не говорят. Нет, почему же говорят? Ну, наверное, вы интересовались. А Лопаткина и Вишнева это... Ну, как бы это уже... Я не беру таких, как сказать, уже... Да, уже, которые уже бегут с этой звездой в руках. Я говорю о тех, кто на ближайшие 20 лет формируют... Будут формировать российский балет. Действительно, эти люди стоят, чтобы о них говорили, чтобы о них писали, чтобы на них обращали внимание и делали им, как сказать, такой пиар, да, это называется. Ну, когда это делают людям не так достойным, как вот эти люди, которых я назвал, да, конечно, я считаю, что это неприлично. Это такой специальный аттракцион. Ну, на него же ходят. Значит, это успешный аттракцион. Конечно. И, безусловно, успех вот этого вида деятельности в этой упаковке, он, безусловно, обречен на, скажем так, рейтинг. На успех. Это не значит, что это лучше. Успех не значит лучше. Но ведь многие люди же это не понимают. Об этом речь. Ко мне... Я купил что-то в магазине, и мне приносили мебель. Когда поднимали эту мебель, то, войдя в квартиру, рабочие увидели, что у меня балетные фотографии висят на стенах. И они сказали, а вы работаете в балете? Я говорю, да. Они говорят, а вы, Волочков, знаете? Я говорю, знаю. Красавица. Понимаете? Вот для этих людей им не важно, как ты танцуешь, что ты из себя представляешь. Им важно красота. Это такой очень странный мир. Он, с одной стороны, связан с искусством, профессионализмом. Вот этого вида деятельности. Высоко прыгать, быстро крутиться и так далее. Быстро крутиться. Есть мы, послушаем, осуждение о балете. Быстро крутиться. Знаете, когда Вишневская сказала, что пение – это, в сущности, грунткий ритмический крик, то она имела право на такое высказывание. Хотя мне всегда казалось, что там какие-то еще задействованные механизмы. А здесь что, прыгать не крутиться, что ли? С одной стороны, речь идет о профессионализме, а с другой стороны, о красоте. И что такое красота, вы уже не будете спорить, потому что там уже вкусы. То есть как в фигурном катании там замеряется артистизм и профессионализм, правильно я понимаю? Так и здесь. По этим двум критериям происходят разломы. Потому что, например, вдруг публика начинает любить красивых артистов театра, а не лучше всего танцующих. Это вы не про Цескоридзе говорите. Я говорю не про Цескоридзе совсем других людей. Цескоридзе и лицом симпатичен, и танцовщики заметные, другие, скажем, Галина Уладова не была красавица. Сам инструмент не должен быть красив, он должен создавать красоту. Правда? Кисть некрасивая, но она, там, холст некрасивый, но они создают, с помощью их создается красота. Ведь этот вид искусства, это когда ты выходишь и создаешь эту красоту. Человек очень красивый. Его лицо, внешний вид, предрасполагает тем, чтобы ему восхищались. А на сцене это 90% успеха. Лицо на сцене? Да. Я видел большим залем, но очень много раз. Я как бы вот не могу сказать, что я поклонник Насте. Но я говорю сейчас объективные вещи, абсолютно объективные. Я всегда... ...двое танцевали вместе. Тем более, что и публика просит. И публика просит. А мы теперь, как тоже дураки-артисты, говорим, товарищ директор, а сколько вы нам заплатите? Сколько хочешь. Все, значит, танцуем. А то есть это только вопрос денег? Нет, это я с дурью директору ответил. Вы же умный директор, с вами я буду по-другому. Я дура, а вы умный директор. Вы можете возражать, да? То есть у вас есть расчеты? Ну, в данной ситуации последнее нет. В последнее время мы не танцуем уже серьезно, я говорю, что мы не танцуем вместе, потому что как-то даже когда мы начинали танцевать, Настя достаточно высокая девушка. Когда она становится на пальцы, она всегда была крупнее меня. Выше? То есть она как бы более крупное дарование? В смысле размера? Ну, габаритов? Килограмма. Я не знаю такие слова об артистах. Прошу прощения, извините, пожалуйста. Вы по утрам цветы едите? Салат из фиалок. Герань. Я козерог. Прекрасно, это чистый кошкин дом. Да. Что ты дурень перестань, есть хозяйскую герань. Нет, я вам отвечу по-другому. Ты, коза, сошла с ума, ешь десятку и то за. С ума сошла коза? С ума сошла коза, ешь десятку и то за. Прекрасно. Достойный ответ. Достойный ответ. Салат. А если бы вы не были танцовщиком, кем бы вы еще могли быть? Дуня, мне не повезло. Я сам выбрал эту профессию. Вот я очень часто это вспоминаю. Я помню, как мне мама предотвращала, объясняла, как это сложно, как там страшно. Что это не так просто, как мне показалось. Я говорю, да мне все получится. Что ты, что ты вообще? Я такой способный, естественно. Ну, я не знаю, кем бы я стал. Потому что, наверное, меня бы как-то мама ориентировала так, как она была физиком. Ее вся семья была связана с Юлисом Пруденцем. И, наверное, меня бы куда-нибудь туда бы ориентировали. Либо в науку, либо вот пошел бы в правовой какой-то. Вот у вас была четкая судьба, и вы ее сразу услышали? У меня не то, что услышал. Меня привели... У нас была такая семья достаточно театральная. И мы всегда посещали театры мои родные. Первое, что я куда меня привели, в кукольный театр. Интересно. Потом меня привели в консерваторию. Ну, мне было скучно, мне было три года. Ну, сидят, все молчат. И ничего не происходит на сцене, только дырят и машут руками. Конечно, на ребенка это не произвело впечатление. В опере меня привели... Первая опера была Травиата. Музыка потрясающая. До сих пор моя любимая опера. Но... Виолетта была такой величины, что я маме сказала, я говорю, я не верю, что она... Ей 18 лет. А до этого мне мама как бы рассказала, про что будет вообще пьеска, и что происходит. Ну, а вот в балете как-то вот легло. Вот мне так это понравилось. Я очень хорошо помню. Жизель была, и мне очень поразил второй акт. Там, когда вышло много девушек в белых пачках, и они так вот стали, то, что у нас называется, селедками. У меня было просто вот очарование этим настолько сильное, что я сразу сказал, я хочу быть артистом балета. Мы очень долго смеялись, мама вообще говорила, что сегодня помечтает, завтра помечтает. Отвела на меня в училище только потому, что думала, ну, сейчас не примут. Там, скажи, вы что, срочно в балет, такие данные. Еще и хочет. Ну, дальше же как-то она сама затянулась. Ей просто очень многие объясняли, что у меня есть способности. Нет, мы просто пытаемся представить себе какую-то там вот другую вашу жизнь. Можно же заказывать, с кем ты будешь там в следующей жизни. Может, он на предыдущий, до рождения заказал, и сразу так вышло. Не знаю, у меня просто получилось как-то это очень... Ну, единственное, могу сказать, что если бы я не пришел в балет, я бы в театр попал в любом случае. Это был бы художник, я не знаю, осветитель, ну, в смысле, художник по свету. Я обязательно бы попал в театр. А вы бы хотели, например, быть женщиной? Не знаю, Мэрилин Монро, Гретой Гарбо. Нет, Мэрилин Монро вряд ли. А Гретой Гарбо? Малин Дитрих. Ну, почему надо обязательно кем-то быть? Можно быть просто подумать, как бы можно было разыграть ситуацию, если бы ты не был мужчиной, а был женщиной. Ну, чью-то жизнь, я не представляю. Хорошо, не чью-то. Наверное, если бы я был Гретой Гарбо, я бы в 36 лет продлил контракт. При той славе, которую она имела, а не послал бы студию МГМ к чертям и не закрыл бы двери. Понимаете, это с моим характером, да? Ну, вот. А она ведь, она поступила так. Потому как бы быть кем-то, по-моему, это неинтересно, надо быть собой. Хорошо, не кем-то. Какой была бы эта женщина, предположим, Николета Цискарица? Ну, меня бы не Николета звали, а Нина. Наверняка, потому что мама была, мама Нина, отец Николай, так что у меня... Нина. Выбора не было бы крупного такого особого. Ну, если не балет, ну, не знаю. Не знаю, тогда не знаю. Актриса была, да? Ну, в театр я бы, наверное, все равно попал. То есть все равно, вот это вот театр... Театр меня привлекал очень. То есть не то, чтобы она была проводницей, или там... Ну, я не из той семьи, чтобы стать проводницей. Мною занимались серьезно. Мама развивала очень, возила в тот же Питер, в Москву уже маленьким мальчиком. Водила по всем музеям. Я, наверное, в семилетнем возрасте мог провести экскурсию по любому петербургскому музею уже сам. А книжки какие-нибудь читали? Да, ну как, сначала я очень плохо ел, как все дети. И моя няня, она придумала способ. Она, когда мне что-то читала, я, видно, открывал рот, и меня быстро туда всовывали ложкой. Так как каждый раз, видно, я был любознательным, я требовал новой информации, мне хотелось нового. Ну, сначала она у нас так стоял Шекспир весь, Пушкин, Лермонтов. Вот она сначала по Шекспиру шла, а потом пошла по Пушкину. Ну, вот так вот она по полкам ходила, каждый день она меня очень много читала. Потому что покормить надо было три раза. Три раза надо было заставить ребенка по часу, пока эта тарелка не закончится. Ну вот. И она мне перечитала настолько много, что, конечно, вот это мне было читать неинтересно. Я так привык слушать. А языка учили? Нет, к сожалению. Ну, я в детстве, первый мой язык был украинский, потом, естественно, русский, потому что дома говорили все на русском. Во дворе говорили многие дети на армянском. Ну, грузинский, естественно, меня выучили, потому что надо было, как только все-таки мальчик грузин. Армянский язык я очень хорошо говорил. Так что у меня было четыре языка уже в детстве. Я как-то был советский союзник, тоже не думал, что я буду. Я когда говорил, я же приезжаю в Тбилиси, в дом, где я живу, мне все соседи говорят, ты помнишь, как ты маленьким говорил, что ты будешь жить в Москве, работать в Большом театре, и на этом доме будет висеть мемориальная доска. И я говорю, да, потому что я это знал точно. То есть чтение у вас, как бы, вот, целая часть культуры у вас шла, как бы, вместе с едой? Да. Я до сих пор люблю обязательно телевизор, без этого как-то мне не интересно. А что вы любите есть? Я очень люблю жареную картошку. С луком? Нет, просто жареную картошку. Не пробую прямо с луком жарить вместе? Я не умею. Как бы, нет, я умею жарить ее, но я не делаю это просто. А попробуйте. Нет, с луком тоже люблю. Все равно, мне лишь, если же есть жареная картошка, я с ним что хочу. И белый хлеб, это вообще просто песня. А это никак не влияет на вашу физическую форму? Ну, мне повезло, я достаточно такой тощенький по природе. Ну, а сейчас, вот в детстве вы плохо ели, а сейчас, как вы кушаете? Я пошел в балет, аппетит проснулся и прогрессирует. А политикой вы интересуетесь? Ну, не мучите, не мучите. Нет. А кто президент? Это нет, ну, как бы я же все время перед ними выступаю. Такое я могу вам рассказать, лучше всех президентов практически. Так, значит, политикой. А спортом? Смотря каким. Фигурным катанием очень, плаванием очень, гимнастикой. А футболу? Не нравится? Когда в Белиссе футбол, это же возведено вообще, как в Бразилии, культ. И когда показывали футбол, то из-за всех арконов, жарко же в основном, всегда не занесся этот футбольный матч, этот... И комментатор комментировал, просто бедться было некуда. Как-то мне это всегда так было скучно. С 11 лет вы стали читать, а сейчас вы... В метро, когда еду, читаю. Всегда. И часто вы в метро ездите? Каждый день, на работу и с работы. А что вы читаете в метро? Ну, по-разному. Когда... Про художественную литературу, когда... Это, как... Мемуары я очень люблю... Нет, я почему спросила? Последнее, вот, то, что я читал, вот я сегодня как раз закончил, это мне Саша Васильев подарил книгу про Людмилу Лопата, певица, которая жила в Париже, она из белой эмиграции. И очень интересная вещь. А из художественной литературы что вы любите читать? Какая лучшая литература? Иногда была... Моя? Театр. Моя. А из русской литературы? Евгения Негина. А последнее, что я перечитал, это был театральный роман. Вы знаете, я его прочитал в школе, когда по программе он шел. Ну, я не работал еще в театре, и я не знал, что такое русский театр. Ну, прочитал и прочитал. Но никакого удовольствия от этого не получил. Ну, какая скучная песка. То есть, скучное произведение. А когда сейчас, как-то мне, вот я перечитывал всю Девляду, рассказы, и... Это гениально. Это же сегодняшний день. Не изменилось ничего. А когда перечитал Эльфир Петрова и «12-0» и «Золотой теленок», это было в прошлом летом, то же самое. Но ведь ничего же не изменилось. Абсолютно. Но вчера был в театре оперета, на премьере Фиалки Манмартра. И когда открылась одна дверь, я выходил, говорю, ну, просто эта ситуация описана в «12 стульях». Когда на стадионе открыты всегда одни ворота. Ну, почему? Ну, их же есть по всему периметру, эти ворота. Ну, почему, когда зритель выходит, надо только одну дверь? А вы любите выходить, мои поклоны? Это часть спектакля. Это моя обязанность. А приятно вообще вот это? Это приятно, когда первый раз в жизни. А потом уже рутина? Не рутина, это, ну, как объяснить, иногда ты не очень доволен тем, что произошло на спектакле. И ты понимаешь, что надо, и надо еще сохранять это милое выражение лица. В этот момент, конечно, не хочется выходить, но надо. Я вот все думаю, в принципе, там взрослые мужики, да, вот танцовщики, вот они там за кулисами, там, я не знаю, ну, предположим, там, вы не курите, но там разговаривают, там машина, и вдруг вот это вот, да, вот это же надо иметь совершенно какое-то особое психологическое состояние. Нет, нет, абсолютно, ни в коем случае. Почему нет? Это профессионализм. То есть вам не кажется это смешным? Иногда трагичным. Почему, почему? Ну, потому что человек себя недооценивает, он убегает, понимаете? В смысле? Ну, он, наверное, думает, что он так красив. А как надо выходить? Выходить надо так, как требует твой персонаж. Прежде всего, надо... А он не так не требует? Ну, если он требует так, то ты так и побежишь. Если он так не требует, ну, что же, я к Вадиму сейчас исполняю, я побегу вот так, вот, конечно. Вы говорите, ковылять тяжело? Естественно. Ну, хорошо, а когда вы принц? Тоже пойду как-нибудь. Если я принц, зачем же я побегу? Это за мной будут бежать, еще просить, а я буду идти. А зачем же они бегают? Неумные актеры вам попадали, значит. Ну, я вообще в балете ничего не понимаю. Очень зря, вы петербуржанка, вам стыдно это говорить. Да, и у меня даже сценарий был про галерину написан, но мне-то все равно... Представляете, ничего не понимает в балете, а пишет сценарий. И вы почему... Представляете, до чего опустилась наша культура? Да, да, до того, что, действительно, мы, киношники, вообще люди легковесные, туповатые. Мне, действительно, кажется, что это такая фискультура по музыке. А говорят про балетных так всегда, да? Мне кажется, что это... Давайте позанимаемся, вы сразу поменяете свою точку зрения. Нет, я много балетных. У опера это вот я очень люблю. Это вот когда... Ну, слава богу, хоть в чем-то мы с вами сходимся. Вы бы хотели, чтобы вас все были влюблены? Нет. Я же не доллар. Это не моя шутка, не моя шутка, честно сразу говорю. Не моя шутка, но... Все-таки мне кажется, что артист... Понимаете, актеру очень важно, чтобы к нему хорошо относились. Не важно, чтобы люди... Чтобы они восхищались. Да, неправда. Когда актер, допустим, читает о себе рецензию, если там идут оскорбления, конечно... Ну, это, конечно, обидно. Если пишут объективно, что роль не вышла, или там эта сцена удалась, это не удалось, когда идет настоящий критический развод. Мне кажется, что в этом нет ничего обидного, и, по крайней мере, никогда... Если есть такая статья, то очень редко бывает в нашем мире. Не обижаюсь. А мне, наоборот, очень приятно, что, значит, мной интересуются, я интересен, и мне еще дают пищу для размышления. Мария Каус, она говорила потрясающую фразу, я очень часто, как бы, сам себе ее повторяю. Не надо меня хвалить, лучше скажите, что вам не понравилось, и почему. Понимаете, для человека мыслящего, который хочет своей профессии... Я говорю об актерах, да, на ситуации. Идти дальше, актеру обязательно надо идти дальше. Только так можно существовать. Если, наоборот, тебе это... А вы Тартиану Кузнецову читаете? Конечно. Вам интересно? Вы знаете, Таню читают все, как развлекаловку. Потому что она очень остроумный человек, очень, так сказать, ну, любит подколоть. И эти статьи обычно передаются из рук в руки, и читают все только благодаря тому, что они с юмором написаны. Но, что очень ставит Татьяну над многими критиками, допустим, да, выше. Она профессионал. Она настоящая человек, который постоял у Станка в 8 лет в кареографическом училище. 20 лет она была артисткой ансамбля Моисеева. И у нее было много сольных партий. Она знает, что такое труд актера. Настоящий труд. Она знает, что такое выйти на сцену. Вы знаете, честно говорю, я вот сколько я не прихожу в театр, в любой, даже когда мне очень не нравится, не могу не хлопать. Потому что я знаю, что человек ощущает в момент перед тем, как вот туда шагнуть. Я понимаю, как это страшно. Я буду все равно аплодировать, даже если мне очень не нравится, потому что, ну, человек сделал с собой это напряжение. А я вот сколько раз попадала в такие ситуации, когда человек выходит, и видно, что ничего напряжения там не было. Хватанул он там полстый корша, вышел, быстро отхалтурил и ушел. Я еще буду ухлопать. Разве такого не бывает? В драматическом театре не вижу. Как, как сказать, как актер актера, я его понимаю, почему он их и стакан хватнул, и вышел в этом. Не потому что я такой положительный. Просто я знаю, как иногда могут в театре подвести тебя к тому, что ты уже не знаешь, только бы вот стакан тебе дали, ты уже ничего не хочешь. Мне просто это понятно. Что же так и ступаются? Разные обстоятельства бывают. Иногда вот критические статьи могут тебя так проздравить. Иногда коллеги могут сделать приятно. Иногда и дирекция постарается. Вот Дуни спросил, и я просто как бы еще раз хочу этот вопрос задать. Разве для вас не самое главное, когда вы выходите на аплодисменты, и там люди, которые вас любят, ведь они не будут зря-то. Они же не из этих соображений. Они же попроще. Нет, это конечно. Мне это очень приятно. И не потому что, как бы, я не люблю, я понимаю, многие люди пришли очень искренне и искренне это все делают. Но чисто мне, во мне же еще помимо человека социального живет профессиональный человек, правильно? И когда я захожу за занавес и вижу моего педагога, у которого не совсем такие радостные и восторженные глаза, так как у людей с той стороны рампы, конечно, мне становится не по себе. Николай, вот если, вот предположим, ну вот так случилось, даже не то, что там на пенсию вышли, я поняла, что вам будущее сулит либо звездную педагогическую карьеру, либо там руководство. То есть, вот так случилось, что вот с балетом кончилось. Что вы будете делать? Ну, во-первых, я когда закончил хореографическое училище, у меня был красный диплом. И моя мама, которая еще была к тому времени в здравии, она договорилась в училище, чтобы мне не отдавали этот диплом, а сразу его перенесли в институт. И я, значит, ходил сначала, так как она меня заставляла, потом, когда ее не стало, меня заставляли все ее подруги, говорили, мама, мечтала этот диплом, ты обязан закончить этот институт. Я закончил, теперь все время говорю, господи, мамочка, спасибо, что ты заставила меня это сделать, потому что, как бы, у меня уже есть высшее образование, я педагог-репетитор, и эта карьера у меня есть. А что буду делать? Ну, не знаю. Куда меня занесет жизнь? Никто не знает, чем это все закончится. Вообще, одна моя народная артистка знакомая очень гениально сказала, говорит, Колечка, если завтра отменят балет, вот во всем мире отменят балет, но ничего не произойдет. Только появится много безработных. Понимаете? Так что, ну, никто не знает, что будет завтра. Нет, ну, давайте... Пусть его не отменяют. Пусть его не отменяют. Я думаю, что его не отменяют, потому что, наверное, это первое, что начал человек, после того, как он научился ходить на двух ногам, он еще и пританцовывал. Потом заметил, что можно придать этому некоторую ритму и доставлялась до ваших. А потом вот кто-то придумал так вот выкручивать ноги, как нам это делают. Нет, пусть это не конец. Так что я думаю, что все-таки, наверное, когда-то в искусстве-то я останусь. Вы в искусстве. Странно, да, звучит? Ужасно. Я тоже так думаю. На слух ужасно звучит. В искусстве? Угу. А как сказать? Не знаю. Не в кинематографе уже? Нет, ну, так просто звучит шутка. Я в искусстве останусь. Около искусства, так давайте скажем. Неа, тогда не в том, как фразу построят, а дело в том, кто говорит. Мы вам скажем. Вы останетесь в искусстве. Он скажет. Надеюсь. Я сейчас скажу надеюсь, то это будет очень фальшиво. И вы подумаете, что вы общаетесь с другим человеком. Нет, не подумаю. Не со мной. Не подумаю. Боже, какое у вас обо мне плохое мнение? Ну ладно, сейчас ты напросился на комплимент, который вы сейчас говорите. Можете тормозить, тормозить. Не будем. Не будем. Не будем к этим этого последнего комплимента. Не будем. Я не нашли напрашивался абсолютно. Спасибо вам. Вы только очень не злословите, пожалуйста. О, спасибо вам. Спасибо. Я не забыла, как один раз в жизни я на балете сидела во втором ряду. Лучше бы я этого не делала никогда. Потому что грохот и стук, с которым на сцену выбежали маленькие лебеди, и пыль поднимается от сцены. Это довольно неприятное зрелище. Я не знаю, почему там принимается. Кстати, насколько я знаю, балерина ненавидит танец маленьких лебедей. Просто ненавидит. Вот все это мне рассказывают, потому что он очень тяжелый. Сложно, а так внешне смотришь. Вы говорите, пыль или стук. Да, совершенно верно. Но вот я смотрела на очень странной сцене, на разные балетные номера буквально, куски оттуда, отсюда. Это в Америку приезжал Мариинский театр. Люди из Мариинского театра. Я смотрела на совершенно неподходящий, на таком доме культуры, как бы, в Америке. То есть такая сцена, дрянь сцена. И маленькая, и неудобная, и зал не очень хороший. Я сидела близко. В предел досягаемости этого стука. Так вот, когда обычные танцовщицы выбегали, меня тоже поразил этот стук и хлоп. Чтобы пыли не было, это, наверное, пропылесосили. Театр в Нью-Джерси. Так вот, когда прыгали примы, которые, как бы, больше и чаще, например, вынуждены были касаться пола, там не было стука вообще. И это фантастика. Хорошо, ладно. Это вот одна часть этого, да? То есть та, которая имеет отношение к малому финансированию, малому количеству помещений, да? И дней в месяц, когда можно там танцевать. К очень короткому сроку... Дни в месяц вы имеете в виду, что по средам ни за что. Нет, нет, я имею в виду, что могли бы танцевать, там, не знаю, 90... Субтитры создавал DimaTorzok